Хайдельберг — это городок или город немецкий, в котором не лишним будет поговорить о том, что абсолютно отличаются русские и немецкие названия немецких же городов. Если вы откроете карту, где будет написано по-русски название этого города, вы увидите Гейдельберг, по-немецки это Хайдельберг. Есть еще такие примеры, например, Гамбург и Хамбург. Много ли вы знаете городов, где 98% жителей довольны качеством жизни? А Хайдельберг — он такой. Возвращаясь к отличию между родным произношением и тем, что написано на картах по-русски, хочу сказать, что меня всегда это, мягко говоря, удивляло. Разве не стоило бы спросить у немцев, как правильно? Разве при разночтениях в фамилии, например, не спрашивают носителя, как верно произносить и его же фамилию? Было бы неплохо, но на постсоветском пространстве почему-то все знают, что и как лучше произносить и писать. А то, что горожане и немцы вообще даже не поймут, что за Гейдельберг, в целом мало кого смущает. Но не будем заострять на этом внимание, перекусим. В каждом городе на главной улице можно найти множество кафешек и ресторанчиков. Хайдельберг — не исключение. Вот мы присели за столик, заказали ориентальную пиццу и томатный супчик, который оказался достаточно приятным на вкус и в силу того, что было не жарко, еще и подходящим по температуре. Все остальное в этой кафешке оставляло желать лучшего. То ли это было объективно плохое обслуживание и так себе кухня, то ли на контрасте с накануне попавшимся нам ресторанчиком ильзасской кухни в кальмаре нам просто так показалось. Не столь важно. Призываю вас вообще не ожидать ничего сверхъестественного от ресторанов на главной улице любого города. Как показывает практика путешественника, Очень сложно уж человеку работать одинаково хорошо, когда он борется за посетителя на периферии и когда очередь туриста в центре машет у него перед глазами разноцветными купюрами. Но хорош был обед или плох, без десерта мы не остались. Под звон каких-то местных часиков, типа курантов, наверное, в университетском дворике будем пробовать вот такую прикольную штуку, как шнеебаль. По-русски это снежок или снежный шарик. Традиционная французская выпечка, которой уже 300 лет можете себе представить. И раньше она изготавливалась только на церковные праздники либо свадьбы. А сейчас, гуляя по Хайдельбергу, например, я думаю, и любому другому подобному городочку. Мы, современные люди, можем попробовать, что же это такое. У меня вот с клубничкой, а вы как любите. То, что о вкусах не спорят, это просто девиз нашего канала. Так что с клубничкой, фисташкой, да хоть с базиликом или кактусом. Мороженое ведь продается сейчас с такими нетрадиционными вкусами, значит и за снежными шариками дело не останет. Главное, где и в какой компании. Вокруг нас заседают студенты с ноутами в специальных беседках. Да и не мудрено. Горожане называют Хайдельберг городом знаний. Университетская молодежь составляет ни больше, ни меньше четверть населения города. Скажете, ничего удивительного? А как вам тот факт, что студенческая столовая находится в здании бывшего лошадиного стойла? Зайти тогда может каждый, но для тех, кто грызет гранит науки, разнообразная, полезная и вкусная еда продается по скидке. В традициях продажа блюд на вес и предложения для вегетарианцев. Прогуливаясь по центру Хайдельберга, мы обнаружили не только здание университета и библиотеки, которая, к сожалению, сейчас в неприглядном виде, потому что вся закрыта строительными лесами. Находится, видимо, на реконструкции. А еще и вот такое прикольное сооружение. Походу, это тюрьма. Ничего другого я придумать здесь не смогла. И оказалось недалеко от истины. Стоит только лишь разницей, что тюрьмой, а вернее карцером для студентов, это здание было раньше. А сейчас побывать в этих застенках может любой, у кого в кармане есть 3 евро и немного времени. 3 евро у нас были, а вот времени нет. Так что, если хотите увидеть старинный вариант граффити в виде автопортретов провинившихся студентов и их преподавателей, а также надписей по типу «Здесь был Вова» на разных языках, приезжайте сами. Здание тюрьмы на 2 века моложе самого университета. К слову сказать, старейшего в Германии, 1386 года образования. То есть 200 лет студенты спокойно кутили ночами, и им ничего за это не было. Но походу переборщили, раз для них целый карцер построили. Мы снимаем для вас отрывочек у подножья замка в Хайдельберге. Сейчас будем туда подниматься, и вы все увидите. А пока хочу показать, что очень много корона-экспресс-тест-центров. Сейчас они стоят по большей части закрыты. Но ситуация такова, что в большинстве регионов, по крайней мере в земле Баден-Вюртенберг возле нас, ситуация пограничная. И количество заболевших на 100 тысяч населения за неделю сейчас находится на такой границе, что если оно начнет расти, вскоре эти шнель-тест-центры снова понадобятся. Ну, поэтому их и не убирают. Вот эти вагончики, я так думаю, отсюда, потому что реально никто не понимает, или наоборот, скорее всего, понимает, что придется скоро ними пользоваться. Но не будем омрачать сегодняшними реалиями прогулку по старинному красивому городу, в описании которого мы нашли сходство и с нашим любимым Фрайбургом. О экологических программах и целых районах Фрайбурга у нас уже есть видео на канале. Пишите в Ютубе «Даже очень хорошо» и все найдете. А жители Хайдельберга гордятся тем, что их город стал первым в Германии в 1992 году, кто представил собственную программу защиты окружающей среды. Но как в каждом городе, есть моменты для гордости, а есть моменты для грусти. Замок в Хайдельберге мог бы больше радовать горожан и путешественников, если бы уцелел и не превратился в руины. Мы попали в канал Верит даже очень мало. Очутился внутри городской стены Хайдельберга. Сзади меня городские ворота, вверху часы на них и, видите, крышу. Она единственная, что из этого всего реконструировали и переделывали. Все остальное, и стена, и сами ворота, и часы, осталось в первозданном виде. До сих пор. Шутка ли сказать с 13 века? Бедолага замок был окончательно разрушен в 17 веке. В процессе постоянных войн с участием и католиков, и протестантов, и еще не весь кого. В конце 19 века удалось укрепить то, что после этого передела сфер влияния осталось. А весь ансамбль в целом был признан неподлежащим восстановлению. Но даже если бы от этого замка осталась только лестница, ведущая на смотровую площадку, то всем древним воинам уже можно было бы простить их варварство. А они-то нам оставили намного больше. Так что не стоит на них обижаться, да и бессмысленно это. Посмотрите, какой шикарный вид на город с высоты. Подобное этому есть и во Фрайбурге, и в Бахарахе. Но лично мне такая красота не надоедает, потому что, как бы ни казалось, что все это одинаково, мне кажется, прям даже атмосфера другая, разная. В Хайдельберге вот так это выглядит. Культура Германии выражается в гармонии в мелочах и любви к месту, в котором живешь. Иначе откуда бы взялись эти живописные домики, ухоженные клумбы и декорированные с любовью фасады. Никакому современному немецкому архитектору не придет в голову нарушить красоту древнего города уродливыми модерновыми многоэтажками. И Хайдельберг не то, что не исключение, а явное тому подтверждение. Полюбуйтесь видами города и приезжайте прочувствовать атмосферу немецкой жизни на себе. Много мы всего вам рассказывали из старинных немецких городков. Позади меня, опять же, свидетельство того, что Хайдельбергу много-много лет. И из глубины веков он нас до сих пор радует и продолжает это делать. С чем нас всех и поздравляю. И на сегодня прощаюсь с вами. Канал Very Даже Очень Well всегда к вашим услугам. И готов вам рассказать и показать что-то новое или интересное. Пока-пока!